Мы с Александром подписали тоже меморандум и на пороге подписания контракта по созданию куб-продукции фильма под названием «Солнце на вкус». Какой этот проект, о чем этот фильм и почему он имеет отношение к культурному наследию Узбекистана, к культурно-историческому наследию Узбекистана, я думаю, достаточно, Александр Александрович. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги и дорогие гости. Спасибо, во-первых, за то, что пригласили на это мероприятие. Это очень волнительно здесь находиться по целому комплексу причин. Надо сказать, что мой путь в Ташкент и Узбекистан довольно долгий был. И как кинозрителя, и как кинематографиста около десяти лет назад я прочитал книгу, билетеристическую книгу, действия которой происходят в Савдиане. Главный герой из Самарканда – это приключение, которое имеет место на рубеже шестого и седьмого веков. Потрясающая совершенно арена была. И это еще было до наступления золотого века сериальной драмы. Тогда, в общем, все были ориентированы на полнометражное кино в большей степени. И я настолько был впечатлен, что я приобрел права на интернизацию. И с тех пор я не покидала идея снимать эту историю здесь, в Узбекистане. Но вот только спустя практически десять лет, для начала с другим проектом, мы оказались здесь. Во многом не было бы счастья или несчастья помогло. Это сложный год для всех кинематографистов, не только в наших странах, но и во всем мире. Вы знаете, по словам и комплексу причин. И не только для тех, кто кино делает, в том числе и для тех, кто кино выпускает. Наш проект носил иное название, не такое, как Фердас только что объявил, «Солнце на вкус». Фильм был поддержан, проект фильма был поддержан Министерством культуры Российской Федерации. Но в связи со сложностями, которые в этом году, в течение натурного сезона возникли, я был вынужден, как продюсер, искать новое место для локации. Я объездил всю, для начала, малоизвестную мне по многим свою большую страну. Мы искали места съемок от Карелии, Кавказа до Урала и Камчатки. Вот я во многих регионах урозный. Но когда я понял, что мы можем это делать в Узбекистане, когда я поехал, когда было предложено только поехать сюда и на разведку, я был очень взволнован, потому что я, конечно, человек, получивший советское образование, знающий не понаслышке о культуре и истории Узбекистана, в том числе и благодаря узбекскому кино, советскому узбекскому кино. Поэтому для меня здесь особенно волнительно находиться. Я здесь вижу и Алиха Амраева, и видел Рустама Сантулаева. А это все, простите, мои кумиры. И, наверное, это имена, которые знакомы каждому любителю кино на постсоветском пространстве. И накладывают тогда еще определенную ответственность. Да, мы приехали сюда и довольно быстро нашли общий язык с руководством Узбеккиного кино-брица Фердарса. Не было никаких гурократических проволочек. Во-первых, нам сразу открылась вся полнота творческого и культурного внедрения в сценарий. Понятно, что кино не терпит, хорошее кино не терпит общих мест. Оно должно быть результатом хорошей подготовки и осмысления творческого. В результате мы также быстро отреагировали. И в течение буквально следующих 10 дней или 2 недель высадили сюда сценарную группу, которой я завидую, потому что они уже совершили довольно полноценное путешествие в Узбекистан. Для того, чтобы имевшийся уже у нас сценарий совершенно точно изменил русло. Это, в общем, несколько метафорично, потому что раньше этот сценарий назывался «Река». Это семейная картина в жанре приключения. Главными героями этой ленты являются внук и дед, мальчик 10-11 лет и его дедушка, который путешествует вдвоем с целью приключенческой, скажем так. И так раскрывать сюжет пока не буду. И удалось в эту картину внедрить очень многие элементы культурного наследия. Мы делали это с жадностью, с упоением. Мы с гигантским удушевлением смотрим вперед в подготовительный период, который буквально через несколько недель начнется и в съемочный, который мы планируем в середине весны провести здесь. И полагаем, что это будут съемки и в разных регионах Узбекистана. И в некотором смысле это будет прекрасное кинематографическое произведение. Это было бы невозможно не только потому, что здесь гигантская культурная основа, но и потому, что мы в лице Узбеккино получили возможность приобрести финансовую поддержку. То есть у нас картина финансируется не только Министерством культуры Российской Федерации, но и со стороны Узбеккино мы получаем частичное финансирование. Это совместный проект России и Узбекистана. Это, пожалуй, все, что сегодня есть смысл о картине сказать. Буквально, пока я стою здесь около этого микрофона, идут какие-то сценарные споры. Редакторы и сценаристы разбирают сценарий. Режиссер задает свои вопросы, делает свои предложения. Исполнительное продюсирование там не отходит ни на минуту, чтобы, в общем, все это оставалось в рамках реализуемого. Очень много вдохновения нам подарило это возможности. И картина не только приобрела новое звучание, но, как я уже сказал, получила специфическое название, которое характерно именно для ленты, которая будет реализована в Узбекистане. Называется теперь эта картина «Солнце на вкус». И у нее будет вкус, как вы догадываетесь, Узбекского солнца, Узбекистанского солнца. Я увидел список выступающих и немного нашел. И это было для меня неожиданно. Следом за мной должен, по крайней мере, я не был к этому готов выступать, Бахадрил Даши, кинематографист Узбекистана. Он часть нашей творческой команды этой картины. Так что буду рад услышать, что он скажет. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ